добро пожаловать друзья мои на канал дикич меня зовут дмитрий мы с тобой продолжаем проходить игру hell blade сенуа сэкрафайт у нас с тобой 3 серия мы победили с тобой предыдущий второго босса и открыли ворота которые были закрыты под двумя печатями так я не знаю я верно ли двигаюсь здесь такой нюанс что я просто не помню откуда я шел ну вроде как примерно верно дата туда будем ориентироваться по диалогам вот когда появляется диалог это значит что мы с тобой двигаемся правильно если у нас будет собой долгое молчание значит что-то мы делаем не так здесь да какая-то проблема такая карта ну-ка не карты нет никакой есть нет никакой карты с первым босса просто было так мы соответственно прошли до локацию куда определенно потом возвращались обратно туда где у нас непосредственно эти ворота находились просто дело в том что я не помню как мы с тобой двигались я думаю что это примерно верно примерно но игра и правда очень красочная очень красочно здесь все очень красивенько так это мы да это мы с тобой слушали это я точно помню что мы с вы слушали поэтому идем далее будем сейчас с кем-то драться ну кажется я уже пришел да это как раз та зона или нет да вот все обладая знаком валь равна и знаком сурта ты сможешь пересечь мост над рекой ножей ведущий в хельхейм вот все врата у нас с тобой доступны давай открывать и тишина рот кто здесь здесь никого нет только я только не ты думала что я отпущу тебя что ускользнуло от меня в дебрях от меня не избавиться не уйти я твоя тень и я буду наблюдать как ты спускаешь дух я не готова умереть ведь твоего возлюбленного заставит тебя передумать дилен 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 твой кошмар оживал руша ткань бытия и ты желала спасти ослабев шуяль и отринувший скорбь в его чутких глазах ты ушла чтобы загнать своих бесов свой страх но моя покорив пиев их шисти в ночи они отняли все Слышишь, как он кричит И его дух принесен В жертву чуждым богам Ты раскаешься здесь Он останется там Жизнь лишь миг Только клятва вечно Даже смерть вас не разлучит Ты пробьешься к нему Сквозь тему Ибо сердце клинка стучит Ты дралась, чтоб любить Разъедаемой тьмой Билась ты за мечту Обречен этот бой И теперь ты несешь его череп с собой Чтоб оплаканный дух мог вернуться домой Нет 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 Жизнь лишь миг Только клятва вечно Даже смерть вас не разлучит Ты пробьешься к нему Сквозь тему Ибо сердце клинка Стучит Блин Звук потрясный Погружение потрясное Я нихрена не понимаю Только но Мне так все нравится Кажется я тоже скажу с ума Я не проснулась тебя Все было видно по твоим пустым глазам По взгляду Отрешенному от жизни Бегство лишь сближало тебя с тьмой Привело ее к нему Бесконечные страдания Хуже смерти И ты хотела сдаться Бросить его И обрести мир с богами Нет Дима этого не допустит Поэтому ты войдешь в логово зверя Посмотришь ему в глаза И сразишься с ним Вот твоя цель Вот твой долг Больше ничего не осталось Мощно конечно слушаем Но игра прям заряжает Такой знаешь эмоциональной Какой-то Начинкой Не знаю У меня прям Дрожь Крови Как это прям Как бы это назвать Эмоциональная да Составляющая Разработчики очень Очень Зараза Да Угружение Бомбезное просто Бах Это мне нравится Замедление Прикольно Зачем страдать О прошлом Когда перед тобой Новый путь Только в нем Есть смысл Зачем любить Зачем страдать Ведь все пути Ведут в кровать Но А Да не попал Не попал Отхвати А вот это Со щитом Надо Вот только так Его мочить По другому я не умею Его хрен Добьешь Уворачивайся Да блин Я нажимаю Контрол Она не Ни хрена не Надо отдохнуть Ну-ка Прокатит ли На Вау Вот это было красиво Вот это было мощно Запиндюлил я ему Нажимаю Контрол И ни хрена не Срабатывает Отражение Удара Я не понимаю Почему Раз через раз Это происходит Что сейчас будет Босс Боссов Да давай Открывай уже Женщина Однажды Распахнув Очередные Врата Во тьму Ты с ней Столкнешься Это не ожидал По щам Прилетела Уху Хо Что там За дядя Это босс Хуй Габас Мужик Ты топор Задово Наперед Держишь А вот Все нормально Отворот Поворачивайся Нифига себе Я главное Начал С того Что Че за Фигня О Как-то Несправедливо Уворачивайся У меня есть Ай 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 Как так Как так Ага Не попал Не попал Не О О О Давай 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 Больше ударов Больше Опа Ну Ну а Вроде Как Получилось Отразить Но О Убил Что ли Нифига себе Это было Изи Или это Был не Босс У меня накопилось Нет Нет Ничего не накопилось Энергии О Накопилось Сейчас нападаю Вот так Вот так Вот Вот так Вот Вот так Вот Не попал Опа Ай Все равно Как-то пробил Ай Ай Мощный Мощный тоже Но Больше всех бесит Со щитами Которые Типы За спиной Иногда голоса Мне очень даже Помогают Чё-чё-чё-чё Давай За спиной Ага Вот Вот этот Сочетом Самый Бесячий Сейчас надо А вот У меня накоплено Нормальной Энергии Сейчас мы его Напендюлим На Раз Два Три Раз Два Ай-яй Вау Тише По одному Мальчики По одному Я одна А у вас Много Всех Не смогу Одновременно Или смогу Да блин Уходи Блин Вставай Вова Ага И вот этому Давай Быстрей 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 Да Это было На грани Я только не понял Это был Босс Или кто В самом Начале Который Мне по щам Дал Я только Зашёл И сразу Спротив Некрасиво Поступило Не как Мужик Ой, понятно, надо найти Три вот этих, по-моему Силуэта, или как они называются Угу Пойдем искать Дорога в Хельхем не бывает прямой Каждый ищет собственный путь Впусти в себя его секреты И ты найдешь свой Так, подожди Я не нажимал, потому что он заговорил Сейчас послушаем, что здесь скажут А, или это Или это он сказал, не нажимая? Странно Так, три Нам надо найти Три знака Вот, и По-любому тут что-то связано с этим кораблем Сейчас будет Бабки не ходи Где-то что-то как-то тут Но обычно она Отображается у нас, да? Такими знаками, красными Когда мы Во, то синим загорел, смотри Что-то значит Что значит? Что-то новенькое такого не было Этого не было Я не понял А мне надо, интересно, сразу одновременно три найти Или как? Или по одному? Слушай, мне кажется, где-то что-то Что-то вот здесь По-любому Во Что-то нашел, да? Получается Что-то нашел, так и не понял, что он нашел Так, здесь А-а-а-а Непонятно Непонятно, пока не срабатывает Пока не срабатывает, пойдем выше, заберемся Во Во Вот эти красные штуки, смотри Эти красные штуки Ну-ка, оказывается, этого ракурса Вот так вот Ага Я понял, подожди Надо сюда забраться Во Ага 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 Нет, значит, они были и не исчезли Я так и думал Блин, почему вот эти не показывают Красные Так, Х Он нам показывает, что здесь у нас Мы можем с тобой найти Х Каким-то образом Я думаю, что это вот это Нет? Нифига не прокатывает А-а-а Подожди Давай я встану сюда Или куда-нибудь сюда Во Нет Блин Ну Ё-моё Как его поставить-то А, во Во Все Окей Ну чего Я уже нашел Давай Угу Икс Так Одну Открыли Хорошо Теперь осталось еще З Наверное, это уже с другого ракурса Свыше Пойдем выше Вот С Ну, это, наверное, где-то Вот так, что ли? Нет? Ну, нам показывают прямо, как будто бы здесь где-то Смотри, потому что если я сюда пойду А нет, не исчезает Угу С этого ракурса Во Ага Так, и вот осталось последнее Это по-любому выше Это по-любому выше Вот сюда Угу Все понятно Вот Ну, ты что, давай Будешь сосредотачиваться? Чпунь Все Ну вот и все Ну вот и все Мы все нашли с тобой Вот куда-то сюда здесь ведет Это куда? Наверное, нам сюда, конечно, не надо Но Я просто погляжу Хочется, что мы здесь были, да, с тобой? Когда бы не пришла ты к позолоченному мосту, ведущему в Хель Увидишь на страже Великаншу Она спросит твою Спросит из какого ты рода Спросит, зачем ты пришла Северяне рассказывают о воительнице Брюнхильде Которая бросилась в огонь И умчалась в Хель вслед за павшим любимым Сигурдом И спорит с Великаншей Просто, чтобы не сбросился диалог Бывает такое Значит, там был не босс Это был такой Простенький ТП, лай Где-то здесь сейчас будет у нас Мы будем сражаться Врата Они открываются обратно Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Она рядом Что это? И снова эта песня Что это? Это Хайланд? Это источник тьмы Она идет Твой час настал Ооо 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 его 10 мой вставай 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 и бушующее море и потерянные души и это снилось когда-то говорят что сны это наши воспоминания мысли и страхи в представлении внутреннего взора что если каждый из нас всегда спит даже когда бодрствует и мы видим лишь творение своего внутреннего взора таков ли ель мир созданный кошмарами сену а может поэтому люди и боялись смотреть на мир ее глазами ведь если предположить что реально сено искажена придется признать что искаженный может быть и твоя ты подвела богов ты жалкая резвенная проклятая о чем ты думала серьезно верилась победить как же ты глупо все ее ненавидят на себя не черные слабые желтые давай жалею себя больше ведь тебя пожалеть некому у тебя кровь кровь повсюду сражаться просто прекрати страдания разбитые и потерянные за пол чумще происходит кто-нибудь вообще понимает сюжет зачем продолжать когда отдаешь все ради встречи с источником своих страданий а в итоге сталкиваешься с невообразимым кошмаром зачем продолжать такой вопрос проявление слабости или мы так боимся честного ответа что спросить не хватает духу иногда ответ кроется в воспоминании чувстве песни песни это песня настоящая это уловка не настоящая настоящая послушай она ее слышит не сдавайся не сейчас это не наяву это наяву попадись иди ко мне прошу вот с этим голос меня согласен это все в моей голове я уже не знаю жив он не жив кто прав кто не прав какой голос верен какой неверен что-то у меня там вообще печаль беда так свет был здесь да какой-то синенький огонечек и в любом там будет кого-нибудь сейчас меч нам же дадут оружие новое вот свет делен это ты да смотри у него меч в руках тебе мерещится или еще как ты могла иди дальше ползи там подружек там стопутов оружие будет вот к бабке не ходи смотри я уже должен сражаться как-то дальше только не знаю то дили он или нет или он на самом деле мертв или жив До встречи с ним Сиану жила в нехорошем месте. Ее мало что связывало с другими подростками. Она была мелочной и редко выходила из дома. Все это по воле отца Азенбелли. Лишь изредка она выбиралась на свободу сама. Собирала хворосты травы. Вот чем живут на равнинах Оркни. Такой был ее мир. Похожий на этот. Суровый и пустынный. Вот давай, прощайся. Мне что тут не вожжить. Даже Дэнни. Все на пасху. Это в твоей голове. Это в моей голове. Голоса, конечно, иногда меня провоцируют. Кто-то за меня, кто-то против меня. Там был он. Одинокая фигура. Мальчик, лихтующий в тени дерева. Она помнит, как впервые увидела его. Ее молодым глазам казалось, будто он танцует. И весь мир танцует вместе с ним. Мрак расступился. И впервые в жизни она увидела... Луч надежды. Не до того дерева, что ли, бежать? Вот здесь ворота какие-то. Видимо, мы потихонечку будем туда двигаться. Так, а... Сюда можем подняться. Понятно. Сейчас надо опять найти печать или что-нибудь типа того. И тогда эти ворота откроются, да? Так, чего такое? Сосредотачивайся. Слушай, ничего не происходит. Почему-то... Не загорается никакой кружочек. Что не так? А... Неужели мне сначала надо реально туда идти? До того дерева? Я здесь смогу пройти? Да, смогу. А спрыгнуть смогу? Блин, ну получается, да. Блин, нафиг мы с тобой забрались. Здесь же... Смотри. Вроде как он внизу проход есть. Ой. Скорее всего, да. Мы сначала дойдем до того дерева. Предположительно, там будет с тобой у нас Диллиан. Он нам выдаст меч. Мы с тобой вернемся сюда. И ворота волшебным образом будут открыты. Совпадение? Не думаю. Так, пойдем сюда. О! Можно послушать что-то. Северяне рассказывают о великом герое по имени Сигмор. Зала его отца была построена вокруг большого древа. Однажды приходит Один и вонзает в древо меч. Дар тому, кто сумеет его вынуть. Многие пытаются, но удается это лишь Сигмунду. Его Шурин, король Сигеля, возжелал меч. Но Сигмунд ему отказывает, поэтому король замышляет месть. Он зовет Сигмунда с братьями на пир. Но когда они приходят, их встречают нерадушные хозяева армии. Король Сигейр пленит Сигмунда и его братьев. Крадет желанный меч. И велит всех казнить. Блин, так тупо сделано. Почему нельзя сделать вот этот диалог, чтобы он, да, не приглушался? Чтобы не стоять у этого монумента или что это такое? Потому что я отхожу и начинает голос пропадать, да, и, соответственно, я и диалог не послушаю. И дальше двинуться не смогу. Вот это очень неудобно. А мы идем потихонечку к дереву. Может быть где-то здесь еще будут у нас что-нибудь типа послушать. День за днем, наблюдая издалека, она подражала ему, совершенствуя свой тайный танец. Желаю только, чтобы летучие мгновения света тянулись вечно. Эту ловко, эту иллюзию, это все не настоящее. Ты что, на это купил и хочешь петь, что ты правил эту ловко? Тебя обманывают, куда ты идешь? Куда она идёт? Зачем она следует? Ты даже не можешь драться, как иллюзии. Как ему удается так легко и блаженно ладить с миром? Если бы только она могла так же видеть мир новыми глазами и танцевать с миром так, как танцует он. Куча красивого все сделано. Зелен. Где ты, мой любимый? Идем сосаться. Улыбка примерно так и была. Вот так. Как тебя зовут? Сенула. Я тебя раньше не видел. Я редко выхожу из дома. А, дочь Зимбеля. Я пойду. Постой. Кто тебя научил так драться? Никто. Хм. Никто? Ну, я смотрела на тебя и... Ты всему этому научилась, глядя на меня? Ха-ха-ха. Знаешь, ты должна стать воином. Я? Я Делен. Я тут ради воинских испытаний. Приходи посмотреть. И приноси свой меч. Этого не выразить словами. Миг, когда смотришь в глаза того, кто утешал тебя, кто мог защитить тебя. Всего одно мгновение. И ужас поглощает тебя, прежде чем успеваешь что-либо понять. Тогда тьма становится частью твоего существа. Ты убила его! Убила его! Ты убила его! Но ее мир изменится в тот день, когда северяне отняли его. Нет. Сенула знает, что возврата к прошлому нет. Нет. Шевелись, что не к чему возвращаться. Не шевелись, не подходи, прячься. Огии в силах заглянуть в твой разум. Они сделают это, чтобы раздавить тебя. Не остановите. Я еще чувствую его. То, что от него осталось, и останется тут навек. Я не брошу его гнить здесь! Ты сама загниваешь здесь. Не оставь меня. Ты сгинешь здесь. Нет! И все твои страдания будут напрасны. Заткнись! Ля, ну сделано круто! Слушай, ну... Я просто сижу с открытым ртом. Дилен. 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 Я найду тебя, любовь моя. Даю слово. Охеренно. Вот эти, блин, ну... Вижу, вижу. Геймплея как бы мало, да? Ты тут что-то просто двигаешься. Туда-сюда, туда-сюда, но... Ты встретила его у дерева. Ты встретила его у дерева. Она встретила его у дерева. Может, это знак дерева? Что он мог отойти ей сказать? Он улетит тебя у дерева. Штучки-дрючки у них, да? Вот эти... Такие переходы, диалоги. Вот это так. 3D-звук такой, знаешь... Разных и голоса. Но это прям... Сделано очень-очень... Балдежно. Так, вот этот кружочек по-любому можно послушать. Да. Смерть Сигмунда с братьями кажется неминуемой. Но жена короля, сестра Сигмунда, она умоляет владыку сжалиться и заковать их в цепи. Тот соглашается, но не из милости, а потому что замышляет для них более жестокую и мучительную смерть. Братьев приковывают к дереву в лесу. В первую ночь туда приходит волчица и сжирает одного из них. Это повторяется ночь за ночью, пока не остается один Сигмунд. На следующий день сестра Сигмунда посылает слугу, велев намазать медом лицо Сигмунда. Но зачем? Есть. Итак, ночью, когда волчица приходит вновь, ни за что не угадаешь, что случится. Она не съела его? Что? Что случилось? Блин, не договорил. Надо искать следующую, да? Во, следующую, сейчас послушаем. Надеюсь, это продолжение. Пока волчица слизывает сладкий мед с лица Сигмунда, тот кусает ее за язык. Волчица вырывается, но Сигмунд не отпускает. Цепи рвутся, и он свободен. После побега Сигмунд живет, как и мы, скрываясь в лесу. Король Сигейр считает его погибшим, а сестра героя замышляет месть. Даже великому Сигмунду не свершить возмездие самому. Так что она посылает к нему своих сыновей. Но кровь их слабая и испорчена, потому Сигмунд предает их смерти. А его сестра задумывает новый план. Холодный сердцем и чистой кровью. Да. Сестричка, блин. Жестко. Я почему-то подумал, что волчица не будет его убивать. А тут получается, она просто слизывала мед. А вот и меч. А вот и меч. Я же говорил. Я же говорил, я же говорил, я же говорил, я же говорил, говорил, говорил я, да? Говорил. Меч, бери, он оставил его для тебя. Давай. Бери, 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 бери. Бери, 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 бери. Ах, как ты... Что же это? Где этот меч? Село. Представь себе, это меч, разящий богов. Да? Простайся. Его имя. Грам. Его выковал верховный бог Северян Один и подарил великому воину Сигмунду. Я вынуждена его взять. Ты поможешь? Меч кажется целым, но это иллюзия. Давным-давно его разбили на кусочки. Говорят, великий воин может перековать Грал, если выдержат испытания Одина по одному за каждый обломок. Корни древа смерти перенесут тебя в новые земли. Там ты и столкнешься с испытанием. Иди к обломкам. Иди к обломкам. Понятно. Вот обломки. Понятно. Три обломка, я так полагаю. И там будет какое-то испытание. Мы должны его выдержать. Тем самым мы с тобой получим меч. И... 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 Может быть, я оставлю это на следующую серию. Как ты думаешь? Да? Давай, наверное, так и сделаем. Завершим с тобой, пожалуй, на этом моменте. Все. Всем огромное спасибо, друзья, кто досмотрел меня до конца. Не забывайте поставить лайк, если тебе понравилось данное видео. Если ты тоже горишь желанием, чтобы узнать, что там будет дальше, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а на этом у меня все. Всех обнимаю. Всем жму руки. Пока, друзья.